МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем. 110 кубометров жидкости, содержащей нефть, оказалось на земле. На Харягинском месторождении продолжается ликвидация разлива. Через несколько минут покажем кадры с места происшествия. Аварии, катастрофы, стихийные бедствия. В чрезвычайной ситуации на помощь приходят спасатели. В нашем эфире расскажем о буднях сотрудников одного из подразделений МЧС-пожарных. Время верить в чудеса. Накануне Нового года сбываются самые заветные желания. Примером тому история мальчика Арсения. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находилось 19 человек. Эту информацию подтвердили в Главном управлении МЧС по Архангельской области. Судно принадлежало рыболовецкому колхозу имени Калинина. Спасены двое рыбаков. Их подняло на борд другое рыболовецкое судно «Войково». Судьба еще 17 человек неизвестна. В районе проводятся поисковые работы. По предварительным данным, «Онега» перевернулась перед затоплением вблизи новой земли. На Харьягинском месторождении продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. 25 декабря на одном из участков трубопровода произошла разгерметизация, в результате чего на земле, по предварительным подсчетам, оказалось порядка 110 кубометров жидкости, содержащей нефть. К месту инцидента отправилась межведомственная группа и представители СМИ. Репортаж Алины Волучейской. Вертолет с представителями межведомственной группы вылетел из окружной столицы спустя 18 часов после того, как стало известно об инциденте. Спустя час проверяющие уже в поселке Харьягинский пересаживаются в автобус и следуют к месту прорыва трубы. В составе группы сотрудники прокуратуры, Росприроднадзора и Ростехнадзора, а также полицейские, представители нефтяной компании и Департамента природных ресурсов. Прибыв к месту аварии, наблюдаем следующую картину. Два десятка рабочих ликвидируют последствия утечки нефтесодержащей жидкости. Как выяснилось из разговора с нефтяниками, здесь 25 декабря произошла разгерметизация внутри промыслового нефтепровода, вследствие чего порядка 110 кубометров нефтесодержащей жидкости оказались на снегу. Есть ли угроза того, что нефтесодержащая жидкость попала в грунт? Нет, исключено. Сейчас вот мы здесь видим, что идет распиление по снегу, и грунт промерзший, поэтому в грунт ничего не попало. Ну и сейчас самое главное, что вовремя остановили утечку. Площадь разлива порядка тысячи квадратных метров. По словам нефтяников, к локализации последствий утечки приступили в тот же день. Трубопровод уже подлежит реконструкции, и вы видите, рядом уже построен новый. И сейчас строитель его заканчивает, и вот уже есть мероприятие по переходу него. К моменту приезда межведомственной группы последствия устранялись вручную. Из-за низких температур, а в районе, где произошел инцидент, минус 40, тяжелую технику задействовать не удалось. Экскаваторы и бульдозеры вышли на уборку, как только немного потеплело. В настоящее время работа организована для смены, 20 человек здесь работает. Собрано порядка 6 кубов загрязненного грунта. Работа организована в правосудочном режиме. Планируется привлечение тяжелой техники, что чрезвычайно ускорит ликвидацию данного пятна. Толщина загрязненного слоя снега около 10 сантиметров. Собранная нефтесодержащая жидкость будет вывезена на полигон, где ее должны переработать. Природоохранным структурам предстоит выяснить, нанесен ли ущерб окружающей среде. Зафиксируем объем нарушения, объем разлива, размеры и объемы разлившейся жидкости нефтесодержащей. Как мы видим, то что нефтесодержащая жидкость в такой температуре, она расположилась поверх снежного покрова и не проникла в почву на первый взгляд. Но это еще предстоит оценить сотрудникам Росприроднодзора и профилю природоохранной прокуратуры. Будем усилять контроль, будем призывать нефтяников более ответственно проходить свои инфраструктуры. Также по факту разлива на Харягинском нефтяном месторождении прокуратура Ненецкого округа начата проверка. В ходе проверочных мероприятий будет проверено соблюдение требований экологического законодательства, законодательства о промышленной безопасности, дана правовая оценка действиям лиц, допустивших загрязнение окружающей природной среды, в своевременности и полноте принимаемых мер по ликвидации разлива. В 2020 году это не первый случай, когда на месторождениях Ненецкого округа произошли утечки нефтесодержащей жидкости. Летом из-за коррозии трубы на одной из кустовых площадок Дюсушевского месторождения, компании «Полярное сияние», произошел разлив объемом порядка 10 тонн. Осенью в районе Харягинского месторождения было зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Колова. Алина Ваучейская, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». И теперь важная информация для жителей региона. 31 декабря все офисы многофункционального центра «Мои документы» будут работать с 10 утра до 13 часов. А в праздничные дни с 1 по 10 января работать будет только офис в городе Нарьенмар. Посетить многофункциональный центр в Нарьенмаре можно будет 4, 5 и 9 января. Работать будет только на рейнмарский офис. Остальные все у нас будут на каникулах. Нарьенмарский офис будет работать с 10 до 2, 4 часа. 4, 5 и 9 января. С 11 числа все в обычном режиме. Посетить центры «Мои документы» можно как по записи, так и в порядке живой очереди. Посмотреть график работы МФЦ можно на официальном сайте. 31 декабря истекает срок уплаты страховых взносов за 2020 год на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование в фиксированном размере для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных, поверенных, а также глав крестьянских фермерских хозяйств. Фиксированный размер взносов за 2020 год на обязательное медицинское страхование составляет 8 426 рублей, а на обязательное пенсионное страхование – 32 448 рублей. Однако постановлением правительства России размер взносов для ИП, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики и пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции, такой порог снижен на 12 тысяч и составляет 20 318 рублей. Узнать, относится ли ваш бизнес к пострадавшим отраслям, можно на сайте Федеральной налоговой службы. Если вам ресурс позволяет и относит вашу деятельность и ваша КВЭД к пострадавшим отраслям, установленные постановлением правительства 434, о котором мы уже сегодня говорили, то в данном случае вы имеете право на применение и уплаты страховых взносов в меньшем размере. Добавлю, налоговая отчетность по этим взносам не предоставляется. Налогоплательщику необходимо самому сформировать квитанцию об оплате и оплатить в добровольном порядке. Главное – спасение жизни. Накануне поздравления с профессиональным праздником принимали сотрудники спасательных подразделений. Те, кто первым приходят на помощь в случае возгорания, аварий, катастроф и стихийных бедствий. Наш следующий репортаж о буднях пожарной семьи на Ринмарской части. Восемь утра. На смену заступает пожарный караул. Это 9 человек. После развода спасатели отправляются принимать технику. За состояние пожарного автомобиля отвечает, конечно, водитель. Поэтому перед дежурством необходимо проверить наличие воды и пенообразователя, а также исправность всех механизмов. Мы проверяем насос на вакуум. То есть делаем в нем вакуум, создаем, чтобы он был герметичный, не было подсоса воздуха. Это помогает при заборе водой. Когда с водоема забираешься, то есть чтобы вода в насос поступала и не уходила из него. А так проверяем также задвижки на герметичной, чтобы при работе они не дали сбоя, никакого отказа. От водителя в случае пожара зависит многое. Необходимо не только следить за состоянием автомобиля, но и держать в голове все адреса и кратчайший путь проезда, а также местонахождение пожарных водоемов. Роман Чуклин в службе спасения работает с февраля 2020-го. За это время выучил строение пожарного автомобиля наизусть. Машина – это вообще его стезя, как и помощь людям. Поэтому работа очень нравится. Первый выезд у меня получился самым запоминающимся. Он получился еще и ночной. Там в искателях расселенное здание горело. Это получился крупный вызов. Мы выехали где-то около часу ночи и вернулись где-то в полшестого утра. Там горело сильно. Район был сухой, работали подвозом, соответственно. Водитель слился, поехал снова на заправку водой, снова приехал и вот так катались всю ночь. Так как по тревоге. Сильно не спеши, направились. Это, конечно, не настоящая пожарная тревога, но даже на тренировке спасатель должен уложиться в определенный норматив. Переодеться в боевку нужно за 20 секунд. На выезд дается минута. Александр Гречкин в службу спасения пришел полтора года назад. Впрочем, пожарным решил стать еще в школе. Сейчас молодой человек впитывает в себя знания старших коллег. Есть ли какие-то суверия у пожарных? Есть. Там не проевод у водителей, допустим, не протирать. У нас у пожарных боевку не для шить. Если новую боевку выдали, тоже это как суверия, то, что мы поедем на пожар. Крайний раз выезжали мы на Поморскую 15А на выезд. Было вот 7 человек выводили из соседней квартиры. Ну, рядом смежный с горящей. Вводили вот 7 человек. Также запомнился случай вот на Лимпопо, то, что горел, потому что был такой затяжный пожар. Личный состав пожарно-спасательной части обновляется. Появляется, что говорится, молодая кровь. Каждый кандидат сначала проходит собеседование и медицинский осмотр. Далее стажировка. И если потенциальный спасатель зарекомендует себя с хорошей стороны, его отправляют на подготовку в учебный центр. После чего пожарный заступает на службу. В числе личных качеств ценится стрессоустойчивость, хладнокровие и живой ум. И готовность к любому развитию событий. Мы же идем, куда мы вызвали, на вызов ездим, что там произойдет, мы не знаем. Конечно, надо доверять друг другу. Идем друг за другом, друг за другом. Иначе нет. У нас было 600 выездов. Чуть больше 600 выездов. Но это разные выезда. И как на ложный вызов, и как на ложное сработание пожарной цивилизации. Ну и на пожарные выезда. Петарды были выезда. Но мы все равно на вызов реагируем всем, всеми дежурными силами. То есть пребываем все равно. Евгений Дегтяренко, как и все, кто посвятил свою жизнь спасательной службе, фанат своего дела. И постоянно совершенствует свои знания и навыки. Для этого в части проводятся регулярные тренировки и теоретические занятия. Всего на страже пожарной безопасности в столице региона стоят 66 спасателей. Все они в случае крупных ЧП готовы прийти на помощь коллегам. В этой службе хоть и работают сменами, но на чеку должны быть всегда. В 1990 году в России была создана общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России», главным направлением деятельности которого стали повышения общественного статуса. Женщины и их роли в жизни страны. Своё региональное отделение в Ненецком округе появилось в 2010 году. Но уже за этот период было сделано большое количество важных дел. В честь сразу двух юбилеев участниц движения наградили за вклад в жизнь региона и проделанную работу. Дорогие подруги, так называют друг друга собравшиеся. Маски закрывают улыбки, но глаза выдают искреннюю радость от встречи предстоящего мероприятия. Для каждой из присутствующих получить благодарность любого уровня – очень важная оценка проделанной общественной работы. Среди награждаемых самые активные женщины Ненецко-автономного округа. Очень уважаемые, которые в своё свободное время отдают добру, благотворительности, теплу, любви всем другим людям, которые вокруг. В региональном отделении Союза женщин России свои высокие идеи сейчас отстаивают более 500 прекрасных участниц. Работа ими ведётся в самых разных направлениях. Самые глобальные и большие наши проекты – это, конечно, в первую очередь проект «Тёплый дом». Руководит им Алини Галина Фёдоровна, очень уважаемый человек в Ненецком автономном округе, в городе Наринмаре. Это у нас проводятся все мероприятия, благотворительные акции, шефства над домом престарелых инвалидов нашего округа. Нельзя не отметить, что инициаторами создания первых ТОСов в Ненецком округе стал именно Союз женщин России. На счету маленьких побед, всевозможные мероприятия и акции, нормативные акты о поддержке многодетных семей, проведённый образовательный проект «Мама-предприниматель» и другое. Здесь, в заказе, стоит целое направление в работе. И очень серьёзное направление. И мы можем только одно констатировать, что роль вашу трудно в нашей общественной жизни переоценить. Она очень значима. Да и вообще, на женские плечи, чем дальше наше общество развивается, возлагается всё больше и больше задач. Кроме того, в Нарьинмаре ежегодно проходит церемония награждения «Женщина года». Одну из организаторов мероприятия, Людмилу Ардееву, наградили благодарственным письмом председателя Совета Федерации. Ну, женщина – мама, хозяйка. И сейчас, в последнее время, занимает большое место в обществе в целом. Поэтому я считаю, что женщины, в первую очередь, могут поддержать любые социальные какие-то направления, какие-то инициативы, какие-то новые проекты. Нагрудный знак и почётную грамоту Совета Федерации Федерального Собрания России вручили Ангелине Ардеевой, человеку, внёсшему большой вклад в сохранение нинецкой культуры и семейных идеалов. Предназначение женщины – это, прежде всего, жизнь. И вот Союз Женщин России, он даёт понять самую главную миссию женщины на земле – быть примером созидания, примером любви, примером мужества и примером хорошей жены. На хрупких женских плечах лежит важнейшая миссия – наполнять мир вокруг себя добром и любовью. И несмотря на то, что у каждой в этом зале есть семья, работа, повседневные заботы, есть у них и общественная жизнь, делая которую они понимают, что совершают благо не только для близких, но и для целого мира. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Ещё одно предновогоднее чудо. Дед Мороз может поставить галочку «Сделано» напротив желания маленького мальчика из Наринмара. Мечта четырёхлетнего Арсения сбылась. Вместе с мамой малыш написал на ёлку желание о своей заветной и несбыточной мечте. Что из этого вышло, знает Ольга Русул. Да, 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 да. Открывайте глазки. Это тебе. Ты заказывал Деду Морозу электромобиль. Просил у Дедушки Мороза электромобиль? Я запил. Четырёхлетний Арсений – воспитанник Центра «Особое детство». Впервые о проекте «Ёлка желаний» они с мамой узнали несколько лет назад. Но озвучивать своё заветное долго не решались. И вот новенький, почти как настоящий «Мерседес». О ёлке желаний мы узнали, наверное, года три назад. Если честно, мы до последнего сомневались. Не сразу написали, мы написали в последний день. Поэтому Арсюшка сидели, сидели, залезли в интернет. Я говорю, ну давай напишем на ёлку желаний. Свою самую заветную мечту, о которой он читал три года, да? И вот он сам сказал, напиши большую тачку. Исполнить мечту мальчика из особого детства взялась сенатор от Ненецкого округа Римма Галушина. Быть волшебником всегда непросто. Но эмоции Арсения при виде нового автомобиля лучше всякой похвалы. Конечно, мы не волшебники, но мы можем передать это желание Деду Морозу. А Дед Мороз обязательно под Новый год исполнит любое желание всех детей. Поэтому я рада, что я могу помочь в этом. Как здорово, когда у человечка в глазах загораются огоньки от того, что его желание вот оно исполнилось. И очень часто, к сожалению, родители не могут такие желания исполнить, потому что в основном они дорогостоящие. Во время праздничного утренника Римма Галушина вручила руководителю центра Татьяне Вепревой заслуженное благодарственное письмо от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ребята, вам очень повезло. У вас есть такая добрая фея. Сегодня она снегурочка, я так понимаю. И вот эту добрую фею, вашу добрую фею я хочу очень поблагодарить. И вручить ей сегодня при вас благодарность председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Общественная организация «Особое детство» существует в округе 2,5 года. Все это время специалисты центра занимаются развитием и помощью детям, имеющим проблемы со здоровьем. Постоянную поддержку в центре получают 82 ребенка. Буквально на прошлой неделе «Особое детство» изменило статус с региональной организации на межрегиональную. По словам руководителя, это значительно расширит диапазон возможностей центра. Мы будем иметь возможность приглашать с других регионов ребят к нам. И в то же время это даст нам возможность участвовать в грантной поддержке других регионов. И возможно, в будущем когда-нибудь мы создадим маленькие филиальчики в других регионах. И, например, та же система «Отаматис» будет помогать ребятам не только в Неницком округе, но и, например, в Коми, в Вологодской области и так далее. Летом этого года организация справила новоселье, переехав в более современное здание. Единственная трудность теперь – проблемы с системой отопления. В зале слишком холодно. Но Татьяну уверена, надо только загадать желание приложить некоторые усилия, и оно сбудется. Ольга Русл, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...